Культ или культура? Первоклашки атамановской школы столкнулись с неслыханным выбором. Они могут учиться в церкви или в Доме культуры 103-го бронетанкового завода. Те, кто попал в церковь, вынуждены тихонечко проходить на уроки мимо канунного стола, где ставят свечи за упокой усопших. А что в церкви надо делать? Креститься, желания загадывать можно, праздники проводить. Я хочу здесь всю жизнь быть. Мальчики и девочки каждый день ходят в храм не по доброй воле. В прежнем здании детского сада «Солнышко», где размещались и малыши, и начальная школа, заниматься стало просто опасно. По стенам пошли трещины, фундамент просел. Эксперты читаграждан проекта сделали вывод, что учиться детям безопасно только в одной половине здания. Но родители решили не рисковать. Не знаю, точно ходили сами договаривались с администрацией. Заведующая «Солнышко» ходила, договаривалась в церковь, чтобы упустили наших детей. Администрация вообще при этом никак не участвовала. Детсадовцев и «Солнышко» распределили по другим детским садам Атамановки. Но это тоже не решение проблемы. Об этом родители сообщили в откровенном разговоре с представителями администрации Читинского района. Воспитателя, им никто не доплачивает за 35-40 человек в группе. А мы не будем так работать. Сейчас они через месяц, через два нас уходят пошли. Учителя, которым пришлось работать в церкви, стараются вести себя поскромнее. Но платков не на деле. Дети ведут себя спокойно, потому что они понимают. И на первом уроке мы говорили о том, что где мы находимся, как себя надо здесь вести. Что делать? Вот такая вот ситуация получилась. Конечно бы не хотелось, потому что мы все равно в церкви наносим какие-то вот такие отрицательные моменты. Но поскольку это дети, все прекрасно понимают, как к нам тоже относятся лояльно. А на перемене они могут побежать там, побегать? Нет, пробежать там мы не можем. Мы просто здесь вот находимся на территории вот этого кабинета, на территории класса. И на перемене тоже, да. Классы, которым предоставили помещение на бронетанковом заводе, повезло чуть больше. У них просторнее, есть теплый туалет и не нужно вести себя тихо. Руководству предприятия родители очень благодарны. От администрации района требуют строительство новой школы. Власти пока обещают ремонт детского сада «Солнышко», построенного в 1979-м. Значит, то, что в церкви в воскресном классе, это временный вариант. На период ремонта детского сада «Солнышко». Ну, это будет зависеть от того, какой проект нам выдаст чета граждан проекта. Вот мы ждем со дня на день решение. После этого решения подрядчик уже определен, приступит к работам. Но мы решили не рисковать, поэтому нашли альтернационный вариант временный, чтобы сейчас организовать учебный процесс. ЗАПТВ проследит за выполнением обещания администрации Четинского района провести ремонт недуховного светского учреждения детского сада «Солнышко» за один месяц. Ирина Трофимова, Евгений Погорелый, ЗАПТВ.